Главная содержанка — Дарья Мороз, как увела Томашевского из семьи и почему развелась с Богомоловым. По мнению критиков, артистка раскрылась в профессиональном плане, когда начала работать и жить с Константином Богомоловым. До сих пор в разводе Дарья Мороз и режиссера винят Ксению Собчак, хотя отношения супругов дали трещину гораздо раньше. 1 сентября Дарья Мороз исполняется 40, и к этому возрасту она многого добилась, стала известной актрисой кино и театра, продюсером, прекрасной матерью. Сниматься Дарья начала буквально с младенчества, а к старшим классам окончательно определилась с профессией. Но несмотря на многолетний опыт, многие уверены, что лучшие роли артистка сыграла в проектах Константина Богомолова. Так персонажа Мороз в содержанках оценили не только зрители, но и критики. Не секрет, что союз Константина и Дарья почти сразу эволюционировал из творческого в романтический. Замуж за режиссера актриса выходила беременной дочкой Ани. Ранние совместные интервью супругов поражали искренностью, казалось, партнеры понимали друг друга с полуслова и были знакомы минимум четверть века. Когда же закончился период безмятежного семейного счастья? Почему драматург и артистка пришли к решению разойтись? В день рождения Дарьи Мороз вспоминаем ключевые события, изменившие ее карьеру и личную жизнь. По стопам родителей. Дарья росла в творческой семье, мама актриса Марина Левтова, папа – режиссер Юрий Мороз. Уже в три месяца малышка дебютировала в кино в драме Динары Осановой «Милой, дорогой, любимой, единственной». В школьные годы девочка снималась в картинах «Черный квадрат», «Русский риктайм», «Кризис среднего возраста», а параллельно посещала секцию фигурного катания, анимационную студию и театральный кружок. Родители видели, что дочь склоняется к выбору актерской профессии, и рассказали ей о предстоящих сложностях на этом поприще. В какой-то момент Мороз даже передумала поступать в театральный вуз и решила пойти в МГИМО. Но тут вмешался случай, Георгий Данелия пригласил девушку на роль Маши Сорокиной в фильм «Фортуна», и на кинотавре «2000» Дарью отметили специальным упоминанием жюри. Институт международных отношений был благополучно забыт, а школа-студия МХАТ раскрыла артистке свои объятия. Примерно тогда Мороз ощутила, что детство закончилось, но не из-за поступления в вуз, а вследствие страшной трагедии. Зимой девушка и ее мама решили покататься на снегоходе, однако водитель не справился с управлением, и они врезались в дерево. Марина Левтова умерла на месте, Дарья отделалась переломами и ушибами. В 16 ты переходишь из статуса ребенка в статус взрослеющего человека. Начинаешь смотреть на вещи другими глазами, возникает много вопросов. В этом смысле мамы очень не хватало. Папа у меня прекрасный, но он мужчина. Мы с ним оба закрытые люди и не любим выворачивать душу наизнанку, признавалась Мороз. Дарье было ни к кому обратиться с личными проблемами, и потерю мамы она переживала обособленно. Мы с папой понимали, что каждый из нас должен наладить новую жизнь, общественную и личную. У него началась вторая Каменская, у меня был институт съемки в фильме «Дикарка». Понятно, что мы друг друга поддерживали и через какое-то время притерлись к этой ситуации, поясняла актриса. Окончив вуз, Дарья была принята в труппу МХТ имени Чехова и в табакерку. Параллельно артистка играла в кино «Соломея», «Каменская», «Гибель империи». За роль в драме «Точка» актриса получила премию кинофестиваля в Чикаго, а за участие в картине «Живи и помни Нику». «Дом солнца», «Дурак», «Преступление» в каждой ленте Мороз представала в новом амплуа. Из последних работ звезды и зрителям особенно полюбились содержанки. Сериал изобиловал откровенными сценами, и съемки стали своеобразным вызовом. «Для меня постельные сцены» — вопрос. «Ну, скажем так, нервный», — отмечала она. «Потому что кем бы ни был твой партнер, это все равно чужой человек». «Не знаю, как для мужчин, но для женщин это все равно вопрос достаточно интимный». «Я глубокий интроверт, и поэтому для меня вообще все вопросы телесности очень закрыты и деликатны». «Как, наверное, для любого русского человека, мы же в этом смысле закрытые ребята». Телешоу. Артистка пробовала себя и в других сферах. Так, в 2009-м в паре с Пелагеей она участвовала в программе «Две звезды», а в 2016-м появилась в ледниковом периоде. Наравне с профессиональными фигуристами Дарья выступала в шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха», однако спустя три года покинула проект из-за невозможности совмещать танцы на льду с кино. Впрочем, расстраиваться было рано, поздняя публика увидела кумиров в танцах со звездами. «Мне несколько лет подряд предлагали участвовать в шоу, но я каждый раз откладывала по разным причинам, в основном из-за занятости», — поясняла Дарья. А потом случился карантин, и мне еще раз позвонили, когда весь состав был практически сформирован. Так, наконец, все сошлось. Вместе со Святославом Герасимовым Мороз уверенно шла к победе, но была вынуждена отказаться от соревнований, когда заболела коронавирусом. Тем не менее актриса осталась довольна участием в шоу, благодаря тренировкам она сбросила несколько килограммов, улучшила танцевальные навыки и обрела новых поклонников. На чужом несчастье У яркой и талантливой актрисы всегда было много поклонников, но первое серьезное отношение она начала с режиссером Андреем Томашевским. Драматург и артистка познакомились на съемках, и их дружба вскоре вылилась в служебный роман. Как говорится, запретный плод сладок, постановщик на 11 лет старше оказался женатым, к тому же воспитывал дочь. Ради Дарьи он бросил семью, однако создавать новую не спешил. Мороз мечтал о детях от возлюбленного, и по слухам, слова Андрея о том, что с ребенком стоит повременить, стали причиной разлада. Я снималась у Томашевского в фильме «Две дамы из Амстердама». Одну из главных ролей играла его жена, делилась эстонская актриса, занятая в картине. Но Дарью я ни разу на съемках в Таллине не видела. Ребята из съемочной группы сказали, что у нее с Андреем не лады. И чтобы лишний раз не ссориться, Мороз не приезжает на площадку просто так, в качестве группы поддержки. От проблем в отношениях Дарья спасалась работой, поэтому приняла приглашение в спектакль Константина Богомолова. Поначалу режиссер довольно робко ухаживал за актрисой, но когда понял, что чувство взаимное, перешел в наступление. Отношения развивались очень быстро, в 2010-м Мороз вышла замуж за Богомолова, а уже через несколько месяцев у них родилась дочка Анна. Долгое время семью считали идеальной, Дарья поддерживала проекты мужа, прислушивалась к его режиссерскому мнению. Например, когда для фильма Настя супруг попросил Мороз кардинально сменить, имидж, коротко постричься и стать блондинкой, она согласилась без всяких споров. Не испортила отношения влюбленных и то, что востребованная актриса зарабатывала больше начинающего режиссера. Почему же спустя 8 лет их брак распался? Когда Богомолов стал успешным режиссером, коллеги заговорили о том, что атмосфера в семье накалилась, отныне карьера была для мужчины на первом месте. Окружающие все чаще замечали, что супруги приезжают в театр порознь, а Богомолов подолгу задерживается в заграничных командировках. Слухи о расставании влюбленных разгорелись еще в 2016-м, но только через два года союз расторгли официально. Страсть между ними действительно угасла давно, делились знакомые пары со Стархитом. Однако они старались сохранить семью ради дочки Ани. Увы, ничего не вышло. Тем не менее бывшие супруги смогли остаться друзьями и продолжить работу в общих проектах. Так, незадолго до развода Дарья получила главную роль в содержанках. Расставание парой не привлекло бы так много внимания со стороны СМИ, если бы не сплетни о романе Богомолова с Ксенией Собчак. В миг доводы об угасшей страсти в семье потеряли актуальность, теперь все вокруг обсуждали то, что режиссер оставил жену из-за появления на горизонте новой избранницы. «Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны». «Это совсем не так, но воспринимается иначе», — уверяла Дарья. «Мы расстались давным-давно, и каждый пошел своей дорогой. Это не то, что раз и поперло. Просто каждый был готов к чему-то другому. И я поняла это чуть раньше Кости. Мы дали много друг другу и пошли дальше, это нормально. Перемены. Мороз сделала все возможное, чтобы дочка не получила психологическую травму из-за развода родителей. «Я считаю, что мы очень гармонично существуем, Аня прекрасно общается с Костей и Ксюшей, когда они вместе», — подчеркивала актриса. «Костя берет ее на выходные или они ездят отдыхать, мне это очень импонирует, потому что я уверена, что мой ребенок в порядке, у нее есть подружки, дочки Ксюшиных и Костиных друзей. Точно так же классно и мы с ней проводим время или ходим куда-то втроем. То есть нет никакого разобщения, родители остались родителями, несмотря на то, что не живут вместе. Но как Дарья отнеслась к необычной свадьбе бывшего мужа и Ксении с катафалком, толпой гостей и фееричными танцами? Не было ли актрисе обидно, что их бракосочетание с Константином проходило гораздо скромнее? Ответов на эти вопросы Мороз так и не дала, отметив, что новое отношение Богомолова для нее — закрытая тема. Зато поздняя артистка отметила, что благодарна Собчак за то, как дружелюбно та приняла маленькую Аню, ведь все могло сложиться иначе. Гораздо охотнее артистка говорила о творческих планах, которые, как ни крути, хотя бы косвенно были связаны с бывшим возлюбленным. Так, в 2020 году Дарья заявила о желании покинуть труппу МХТ, не скрывая, что обстановка в театре сильно изменилась с уходом Богомолова. «Я ни в коем случае не отказываюсь от своих спектаклей и буду их играть столько, сколько они останутся в репертуаре», — отмечала звезда. «Но при этом я действительно не готова оставаться в труппе». Так бывает, часть актеров играет спектакли на контракте. «Когда Олега Павловича Табакова не стало, а Константин Богомолов ушел из театра, для меня что-то безвозвратно умерло, и это никак не относится к тому, как сейчас существует МХТ». Позднее поклонники заключили, что уход Дарьи из театра был связан с конфликтом с худруком Сергеем Женовачем, ведь когда на посту режиссера сменил Константин Хабенский, многие увалившиеся артисты, включая Мороз, вернулись в труппу. «Интересно, что почти четыре года Богомолов руководит театром на Малой Бронной, но бывшую жену туда не позвал. В какой-то момент мы с Костейно работались вместе, и нам нужна была пауза, которая длится до сих пор. Когда-нибудь она прервется. Он сделал из меня артистку в том понимании, в котором я себя чувствую. Он меня долго мучительно воспитывал, заставлял отказаться от всего наработанного и идти во что-то новое. «Я по гроб жизни буду ему благодарна», — подчеркивала Мороз в интервью. Поклонники не сомневались, что такая сильная и самодостаточная личность, как Дарья, при любом раскладе не останется без интересной работы в театре и в кино. Больше почитателей таланта актрисы волновал вопрос о сердечных делах. Впрочем, весной 2020-го, общаясь в прямом эфире с Агатой Муцениеце, Мороз дала понять, что уже нашла нового возлюбленного, правда, не назвала его имени. «Личная жизнь есть, но я не готова о ней говорить. Она не на показ. Я бы не хотела выносить ее в публичное пространство», — пояснила артистка. Остается только надеяться, что звезда содержанок приоткроет завесу тайны и порадует поклонников новостями о переменах на любовном фронте. Мудрая женщина, заботливая мама, яркая актриса, она заслужила личное счастье, как никто другой. Субтитры создавал DimaTorzok